Первая тема, которая уже стала в Рязани резонансной, высадка несовершеннолетних из автобусов, тех, кто едет без взрослых. Несмотря на федеральный закон, прямо запрещающих выпроваживать юных безбилетников, случаев таки в городе все больше. Только в январе зафиксировано уже пять инцидентов. Не смущает перевозчиков даже административное наказание. Затея 11.33 влечет наказание на водителя за порядок за высадку ребенка 5000 рублей на водителя, на должностного от 20 до 30 тысяч рублей. Я не думаю, что кто-то обеднеет здесь, если ребенка кто-то провезет бесплатно. Я понимаю, что все дети разные, кто-то специально, кто-то не специально, но давайте включим разум. Вот этот штраф на должностное лицо 20 тысяч рублей, представьте, если с ребенком что-то случится. Он умножится, я даже не боюсь представить на какие суммы. Четкий протокол действия теперь выглядит так. Никаких отговорок от водителей теперь не принимают, в каждом автобусе есть система видеонаблюдения. И каждый водитель под роспись будет предупрежден о незаконности высадки ребенка. Как бы на это ни смотрело действующее законодательство, не всегда особенно ребенок, тем более даже ребенок, будет с удостоверением личности. Но в любом случае поинтересоваться, какого возраста данный пассажир, если он в любом случае, скорее всего, может подпасть под категорию несовершеннолетнего, в обязательном порядке надо. И, конечно же, если вас ставят в известность, ну не вас, а водителя ставят в известность о том, что данное лицо является несовершеннолетним, в любом случае, независимо от поведения несовершеннолетнего, высадка его запрещена. И в данном случае вы обязаны его провести. Что же касается исполнения расписания движения, то здесь тоже споры излишни. Все маршруты в управлении транспорта ежедневно отслеживают по системе ГЛОНАСС. По итогам января муниципальная УРТ вне конкуренции. Там процент исполнения графика за 90. Выше 80 лишь у 10 автоперевозчиков из 21. Маршруты номер 47, 16 и 45 сегодня обслуживают хуже всего. 17% от заявленного. Угроза невыплаты субсидий здесь более чем реальна. Я понимаю, что вы все планируете очень хорошо час пик. Но после часа пик, то есть в вечернее время, у нас просто машина начинает исчезать. И под час есть районы, которые вывозятся исключительно мупом. Но вы же должны понимать, что есть районы, куда у нас муниципальные предприятия не заезжают. И вот эти районы, они просто уже крик о помощи в наш адрес. Самым логичным выходом из положения в городском управлении транспорта считают официальный отказ автоперевозчика от маршрута. Если он не справляется, проще найти нового, чем долго разбираться со старым. Люди от этого точно страдать не должны.